На сегодняшний день, как я и вчера на активе заявлял, мы каждый раз периодически через средства массовой информации эта тема звучит, состояние СГЭП, какие планы и в целом, как это в общую схему дорожную транспортную, трамваи, троллейбусы вписываются. Вы знаете, что приведение годами ранее, на сегодняшний день, на самом деле большая задолженность, больше 400 миллионов рублей разным. В основном это энергетика, какими должны их юридическим лицам, какие услуги. Состояние самого предприятия, я имею в виду материально-технический подвижной состав, находится в плохом состоянии. Его необходимо обновлять, туда необходимо вкладывать колоссальные средства. Но, тем не менее, мы понимаем, что экологически чистый вид транспорта, трамвай, троллейбус, в свое время многие города от него избавились. А на сегодняшний день тренд не только в стране, но и по всему миру идет возврат этого вида транспорта. Он дорогой, он датируемый во всех странах, во всех городах. Вопрос только от таких объемов. И мы для себя задачу ставим, несмотря на то, в каком состоянии это предприятие находится, его сохранить. Да, наверное, возможно, какие-то изменения, объединение, может быть, маршрутов, но это незначительные изменения. Теперь, что касается тех решений, которые мы видим. Чтобы поправить ситуацию, необходимо сформулировать программу. И новый руководитель марта месяцем эту работу закончил, проанализировал. Там несколько направлений, в том числе и работа, которая должна проводиться по возмещению до тарифа за льготные перевозки. Потому что этим видом транспорта пользуется достаточно количество людей студенчества. И всех, кто заслуживает в разной категории граждан, эти льготы. Конечно, это внедрение всех технических средств. Я имею в виду возможность оплатить человеку безналичным способом. На сегодняшний день мы прорабатываем и проводим переговоры по внедрению маршрутной карты дорожной, которая будет сочетать не просто разный проезд наличный или безналичный, 21 на сегодня или 23 рубля, но и будет пакет предлагать. Каждый гражданин для себя удобнее этот пакет будет приобретать. Там разные будут стоимости в итоге одной поездки. Там и количество поездок. Там будни, выходные, праздничные для студентов, для людей старшего возраста. Это, конечно, даст возможность получать предоплаты, покупая или оплачивая этот пакет горожанами, получение средств предприятия. На сегодняшний день по троллейбусам находится срок эксплуатационный средний 15-20 и часть более 20 лет. Он находится в таком непредлядном состоянии, весь подвижной состав. В конце декабря мы получили 7 троллейбусов. Вы знаете, что через Мосгортранс мы будем и привезем еще 10 троллейбусов в срок эксплуатации, который идет обновлением в городе Москва. Им там практически до 10 лет. И мы сделали заявку на участие в федеральной программе приобретения принципалитетами подвижной состав. Мы определились по троллейбусу. 30 вагонов, не 30 единиц, дали заявку. И на сегодняшний день, конечно, надо заниматься трамвайном. Что наземные пути, что воздушные коммуникации, тяговые подстанции и сам подвижной состав, он тоже старый. На сегодня предприятия начали собственным путем, в отличие от проехав ряд городов, где идет восстановление вагонов на своих базах. Руководство предприятия тоже пошло по этому пути. Насколько я знаю, они сейчас пробуют делать два вагона восстанавливать полностью. Мы посмотрим, сколько это времени занимают. Они набьют руку. Мы поймем затраты в финансовом плане. И, в принципе, эту работу предприятие может планово производить по замене корпуса всех электрочастей. Что дает, в свою очередь, конечно, экономию. И вы знаете, что мы подходим все равно к реализации проекта «Скоростной трамвай». Мы определились по маршруту номер 3. Это самый пассажироемкий маршрут. Массив из Ленинского района. Сочинение с центральной частью города. Утром люди выезжают в центр, вечером возвращаются обратно. Это больше 10 километров от точки А до точки Б-6 и Дачной. Детский парк через период до крытого рынка практически. Проект сделан. И при подтверждении финансирования мы в этом году, возможно, уйдем в первый этап реализации. Там подразумевается в том числе и приобретение новых, современных, низкопольных составов с полным комплексом услуг и кондиционирования, информационные оповещения и так далее. И эту работу мы будем продолжать. Она займет, на самом деле, не такой, может быть, длительный период времени. Но мы этим будем заниматься. Конечно, нам необходимо заниматься параллельностью маршрутов, потому что на сегодняшний день есть маршруты автобусных перевозок, прям полностью идут от точки А до точки Б, параллельно троллейбусным маршрутам. Соответственно, на одной дороге пытаться выдержать экономику, ну, наверное, это неправильно. И здесь мы разрабатываем дорожно-транспортную схему. Еще раз хочу повторить, у нас были критерии, чтобы город ехал раз. Для этого нам необходимо все-таки понимать, что в центральную часть города, в основном с магистральной, с разных территорий города, должны въезжать крупные автобусы большой вместимости. И второй критерий – это экологичность. Поэтому мы так или иначе все равно подходим к трамваям и трамваям. Преимущество у трамвая в том, что он идет по выделенной линии, ему ничто не препятствует. Вопрос синхронизации с светофорными перекрестками. И поэтому это такая работа кропотливая, и мы этим занимаемся. Но предприятиям будем заниматься.